Всем привет! Это урок 15, в котором мы создадим контекстное меню. Контекстное меню вызывается в Android длительным нажатием на каком-либо экранном компоненте. Обычно оно используется в списках. Когда на экран выводится список однородных объектов, например, письма в почтовом ящике. И чтобы выполнить действие с одним из этих объектов, мы вызываем контекстное меню для него. Но так как списки мы еще не проходили, то сделаем пример попроще и будем вызывать контекстное меню для TextView. Создадим проект с именем P0151ContextMenu. Откроем main.xml и нарисуем два TextView. Для первого TextView мы сделаем контекстное меню, с помощью которого будем менять цвет текста. Для второго будем менять размер текста. Принцип создания контекстного меню похож на создание обычного меню. Но есть и отличия. Метод создания OnCreateContextMenu вызывается каждый раз перед показом меню. На вход ему передается ContextMenu, в который мы будем добавлять пункты. View – элемент экрана, для которого вызвано контекстное меню. ContextMenu, ContextMenuInfo. Содержит дополнительную информацию, когда контекстное меню вызвано для элемента списка. Пока мы это не используем, но когда будем изучать списки, увидим, что штука полезная. Метод обработки OnContextItemSelected аналогичный методу OnOptionsItemSelected для обычного меню. На вход передается MenuItem. Это пункт меню, который был нажат. Также нам понадобится третий метод. RegisterForContextMenu. На вход ему передается View, и это означает, что для этой View необходимо создавать контекстное меню. Если не выполнить этот метод, контекстное меню для View создаваться не будет. Давайте кодить. Открываем MainActivityJava. Опишем и найдем текст View и укажем, что необходимо создавать для них контекстное меню. Теперь опишем создание контекстных меню. Используем константы для хранения ID пункта в меню. И создаем. Обратите внимание, что мы по ID определяем View, для которого вызвано контекстное меню, и в зависимости от этого создаем определенное меню. То есть, если контекстное меню вызвано для TVColor, то мы создаем меню с перечислением цветов. А если для TVSize, то с размерами шрифта. В качестве ID пунктов мы использовали константы. Группировку и сортировку не используем. Поэтому используем нули, в качестве соответствующих параметров. Можно все сохранить и запустить. При долгом нажатии на TextView должны появляться контекстные меню. Но нажатие на них ничего не дает, так как мы не прописали обработку в методе onContextItemSelected. Давайте пропишем. В этом методе мы определяем по ID, какой пункт меню был нажат. И выполняем соответствующие действия. Меняем цвет текста для TVColor или размер шрифта для TVSize. Сохраняем, запускаем и проверяем, что контекстные меню теперь реагируют на нажатия и делают то, что от них требуется. Для расширения кругозора я хотел бы еще кое-что сказать по этой теме. Возможно, это покажется пока сложноватым, так что если вдруг будет непонятно, ничего страшного. Итак, мысли вслух. Мы использовали метод RegisterForContextMenu для включения контекстного меню для определенного View. Этот метод принадлежит классу Activity. Я посмотрел исходники этого метода, там написано следующее. Вспоминаем наш урок по обработчикам, а это девятый урок, и смотрим help по методу SetOnCreateContextMenuListing. Получается, что View в качестве обработчика создания контекстного меню использует объект this. В данном случае это код в Activity, значит this это Activity и есть. То есть, когда View хочет показать контекстное меню, оно обращается к обработчику Activity, а он уже выполняет свой метод OnCreateContextMenu. То есть, тот же самый принцип, что и при обычном нажатии. И строка в MainActivity Java абсолютно равнозначна этой строке. Вообще, мы можем создать свой объект, реализующий интерфейс ViewOnCreateContextMenuListing и использовать его вместо Activity в качестве обработчика создания контекстного меню. Не забывайте, что для контекстного меню вы также можете использовать XML-способ, который был рассмотрен в конце прошлого урока. Попробуйте повторить этот урок, но уже с использованием XML-меню. Если у вас что-то не получилось, я напоминаю, что полный код урока вы можете посмотреть в текстовой версии урока. Ссылка на него, как обычно, в описании. А на следующем уроке мы попробуем нарисовать экран программно, а не через layout-файл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...